фильм за номером два снимает теперь я железов вот и любоваться вы будете на создать значит значит что вас в руках семечки точнее вот смотрите есть некоторые которые уже открылись сами пустые надо посмотреть мертвые или живые на хрюшка лекаря ха ха она собиралась зайти и да кстати это они очень полезны за здоровье да я уже в рот засунул так и так масштабы бедствия то есть у нас в стране советских времен самая главная пословица сельскохозяйства была какая это урожай главное бедствие такое бедствие случилось у меня это все что осталось от маджурского брехоса а а вот он точно ему было 15 лет напоследок дал вот такой урожай перед смертью он не погиб на нем не было ни одной сухой веточки он был абсолютно здоров вот дважды собирали урожай потом бросили не было сил вот теперь за дело кто взялся для нас есть такие вот это вот эта работа они собирались зайти проснулись проснулись соберем дады раздача я сюда привел ленса бежать для чего это съешь я вот съешь ну ка ну ка она живая до прораста желая вот самый ценный считается когда просто это сверху носит много так это было бы кощунство если бы была одна но это тысячи так что получается так а зачем вот сюда пригласил вот все вот сейчас возьмете эти грабли верные а потом отвеем может граблями чтобы вот так времени терять так вот этот дай сколько тут покажи во первых вот так пройдись и все что тебе повалит в камеру это примерно сотая часть от того что в этом саду не было собрано это такая жизнь вашей науки национальной не понадобилось все знали но никто не приезжал кстати за чтобы фильмы забарковали кто федеральный телеканал не буду знать какой друг еще померюсь люди не узнали столько полезного чтобы у них вот такие сады были я смотрю годами смотрю все телеканал только название горит не буду пройдет год-два-три любой человек который смотрел с утра до ночи ночью просыпался вот круглосуточный ночью просыпался и сам вырастить не сможет вот просто не сможет и все цель у них какая-то другая сказать бесконечная реклама того чего нет в этом саду и быть не может вот посадка ну давай в такой обзор небольшой вот посадка по железу посадка на холмы да но уточняю чтобы меня потом мордой не тыкали не посадка на холмы по железу а посадка на нетронутую почву ага нетронутую то есть здесь полная вот если я соберусь вот тут это прерасадить да вот допустим здесь так место мы освободили я потом покажу сколько мы освобождали потому что у таких абрикосов каждый который дал тысячи бесконечно и сильно много осадить больше некуда а земли нам не дают потому что нам земли не дают даже на похоже платить тогда получше даже двух этих квадратных метров нет а здесь получается нетронутая почва так насыпаем сверху холмы сейчас дальше покажу и только после этого холм и посадка а все они тронута там все червячные ходы там все готово посадки готовы нижняя часть назовем это подземные этажи так пойдем так иван ну пойдем можно ну-ка давай смотрите вот семечко и вот она вросла вот вот так все иван быть тебе там аккуратно потому что уже корешок зашел нет и видела ты видела это кто у нас новый сотрудник но не ошиблась так между прочим можно последовать ну аграрный сельхоз колледж колледж слово то какое противное и получил диплом агронома иван рекомендую да у тебя еще нет среднего образования нет а у тебя есть эх у него уже есть технику жалко а нельзя только платно ага жалко значит не нужно садоводом не ну как здорово да надо баночку ну разглядел уже надо баночку вот отсюда еще покажу я не могу успокоиться вот он сейчас 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 собирал так найди тут где-то ведра есть вон где-то ведра вон и греби сколько это до посинения ладно да брата сколько пропадает вот она вросла надо аккуратненько собирать слышала скоро нам и команду не будет надо аккуратненько собирать так ну мы пойдем у нас это еще один фильм снимем давай правда не теряй время потом в фильме увидишь все что мы говорим правильно хорошо конечно все да еще иван там этого добра сто раз больше имею ввиду ага нет мне вот самое главное вот этот маленький который зашел у нас ты его хочешь выкопать? нет я хочу его просто накрыть смотрите еще нашел это другой это другой да елки палки вот такие привезете и сразу садите ага так что собирай все подряд ладно? да этот я сейчас тоже аккуратно я разволновался все пойдем посмотри сколько этого добра вот туда гляди 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 там о городом сказал и так по всей России у нас расти не будет в Сибири растет есть места где возвратные заморозки и потепление по очереди уничтожают урожай но для этого будет считать что усердных фильм смотри Мичуринский Европа так сейчас прошли Манитоба Канада так ну вот Академик Дальний Восток так у них у всех а та самая журдель вот пойдем к ней которая дала 40 ведер еще пока и посмотрим сколько осталось вот Юг Украины так а что еще делать да вижу я вижу посмотри что делать здесь все было усыпано но мы тут землю брали поэтому их не видно вот она журдель и так все здрасте три континента так получается у них разные характери подружки разные условия и разное время созревания ну можно же со четырех континентов посадить десять-двадцать абрикосов и в один год три будет полнотосить ну так же как у меня двадцать ведер давать ну хватит же двадцать ведер ну конечно сорок ведер хватит вот с этого там смотри с и с по на а теперь пойдем еще посадку с у здесь были выпилены самые ценные сорта из гибридных манжурских абрикосов вот под них посмотри сколько дней видно потому что уничтожено бесценные вещи только ради того много что сделали сейчас мы в предыдущем фильме прививали персик да а земли больше нет там миллионы гектаров здоровые все абсолютно здорово в том-то и дело никогда не одного больного мы не выпили потом цена их вместе я привал ты снимала персики до персики нам на этих самых на китайских сливах вот под них эти готовы также точно нетронутая почва так посадка на холмы вот почему мы очень низко холмы будут пониже здесь размазаны потому что мы будем в стерящейся форме выращивать те персики с юга у них размеры персика вот такие морозостойкость ниже 30 градусов то есть мы будем их укрывать а а вот таких вот я же не зря это только деревьев уничтожил просто ну обидно страшно что вот эти десятки сотни тысяч косточек могли бы за один год украситься вот уже показывал вот нашел они входят сами и даже садить то только вот бросил землю расходит прикрой немножко так от мышей допустим от ворон вот эта обида страшная беда ну раз еще на фильм еще покажу как деревья зажимают до глубокой старости вот на этом примере она молодой ну где-то 20 лет до 60 нет 33 30 вот это так вспомню урожай ветер 30 было до не килограмм не килограмм вот это наряда эфимова проходят годы наступает вроде бы старость а урожай не снижается вот пойдем на вот этом примере покажу мы с бойковым дружим дружим галина николаевна автор этого сорта сварок 40 ведер дает конечно так вот прибег опять на уссуристу сама наполовину гибрид уссурийская груша с французом вот и наступает 30 лет а таких уже нигде практически не встречаешь кроме тех которым не подходили которые просто забросили тогда просто как начинается урожай и все смотри кто способствовал долголетию ветки отмирали вот просто отмирали и именно вот такая обрезка не продлила жизнь а не помешала жить этому дереву было бы обрезка на кольцо его бы живых бы не было очень выносливо для сибири молодые очень вкусно я не помню гасял тебе не гасял молодые вкусные очень с кислинкой но вкусные в таком возрасте я его использую уже смотри вот пусть люди увидят я собрал сколько мог я несколько тысяч семечек заготовил они сейчас лежат никого не нужны называется семена груши сварок а большая часть осталось не тонута это как раз от тех сорока ведер слушай интересно там семена сохранились нет ни разу не интересовался в это время или уже но я сейчас о другом ну можно поискать можно не искать итак все это было сплошь сеяно так плодами плодами да видно видно что даже шагу нельзя было ступить чтобы ни разу давить и самое главное что это один из моих основополагающихся открытия как хочешь понимать вот тебя учили выгребать всегда 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 значит нельзя это не наше это принадлежит этому дереву придет время все это перекниет грибы и черви все это вернут дереву честно потому что это они упали не для нас это сухие отрезал но отрезал по железу оставляя я находился на планете кто говорю не думайте делайте обрезку на кольцо не смейте вот правильная обрезка когда-то войдет на учебники а пока это считается наоборот вот это на всех схемах их тысячи они передаются с поколением поколение в тысячах рисунков и фотографий что вот это неправильно 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 тысячи раз неправильно битым людям голову я не колеса деревья делают страшные раны так что какая тут была бы страшная рана а так получается долголетие так вот если еще не трогать не надо бояться никаких этих плодожорок если бы это было яблони считается плодожорки есть яблоневая грушевая абрикосовая сливовая все помнишь на усилия а у меня и нет мы с тобой ели абрикосовый каждый год мы хоть собой одну плодожорку видели или плоди в плоди я имею ввиду нет нет вот почему потому что нет потому что нет да да вот примерно вот так это стоит не трогать пройдет время все это вернется до последнем этого гравульки все это вернется в дерево а то представляешь взять в и грести обречь дерево на голод а потом нет причем а потом подкармливать да потом еще длинный путь выгребим сделаем специальную яму можно назвать силуста и можно назвать ее этой самой как угодно там все перегниет назовем компостом а потом обратно сюда а какого это как в анекдоту сколько вот ты вот возьми это самое найми людей вот там и пусть тебя кокосы продавать ничего делать а я ничего не делаю это есть сидящая совершенно не каторжная работа которая приносит удовольствием мы с тобой здесь за 5-6 лет хоть раз горбатились хоть раз нет хоть один день один представь себя самый первый год давно ты приезжаешь официально ты приехал железовую любителю официально на производственную практику я должен был тем подобным печать поставить фермерскую было да так вот что я должен был так у меня лучший отчет по университету был после моей практики до первое место пузырь вручаю лопату так практиканка вот отсюда еще туда 100 метров и туда еще 300 метров выгребы как все на другой день бы сбежал ну ладно на этой веселой ноте давай попрощаемся но ненадолго я немножко может быть это я все жую сейчас которые поклонились сидите их ванга 7 запись